Владимир Владимирович, два вопроса. Первый – это чем можно объяснить разную структуру возрастной заболеваемости? Почему у нас так много пациентов до 40-45 лет? Откровенно говоря, не знаю. Но думаю, что везде так, я думаю. Просто мы берем сейчас, наверное… Вот, ей-богу, честно говоря, у меня какого-то разумного объяснения нет. Но, может быть, так у нас в стране пошло. Может быть, просто вирус немножечко поменялся. Честное слово, тут однозначного нет. Это нужно будет потом проанализировать, когда уже все закончится, и мы будем смотреть. Может быть, имеется в виду сопутствующая патология. Может быть, мы просто берем шире и берем всех подряд, понимаете? То есть перестраховывается скорая помощь, например. Берет, может быть, иногда даже тех, кого брать не нужно. Я думаю, что однозначного ответа нет. То же самое, у нас ведь дети появились. А то, что раньше говорили, что детей нет, а у нас все-таки довольно значимый процесс детей. И поэтому вирус меняется. Вот я думаю, что тут все. Тут надо разбираться потом. Что есть, то есть, скажем так. Понятно. Второй вопрос тогда. Сейчас очень много разговоров ходит. И вообще, в принципе, очевидно, что много людей начало болеть пневмонией. Большой всплеск пневмонии сейчас. То есть много пациентов уже не с коронавирусом именно им диагностируют, а именно пневмонию. Ну, во-первых, я думаю, что большая часть все-таки это какие-то вирусные пневмонии. У нас отодвинулся грипп немножко на более поздние сроки. И тоже это надо расшифровывать. А пневмонии у нас всегда было очень много. Давайте так. У нас официально 700 тысяч пневмоний в год. Это по данным Роспотребнадзора. Просто раньше, может быть, их и не все брали в стационары. А сейчас вот под гнетом коронавирусной инфекции стали для страховки брать всех в стационар. Вот тех, кого раньше, может быть, оставили бы дома, сейчас мы берем в стационар. Я думаю. И в этом причина. Принято, Владимир Владимирович. Ну и последний вопрос. Понятное дело, что прогнозы дело такое неблагодарное. Но исходя из динамики на 13 апреля, условно говоря, что мы можем сказать потенциально по срокам или это совсем непрогнозируемо? Вы знаете, я уже устал прогнозировать, честно говоря. Но в конце концов, ну честно говоря, вот пик, ну где-то, ну я думаю, ну через неделю достигнем. Потому что в конце концов, когда-то же уж переболеют больше. Ведь когда мы наберем 50% инфицированных и более-менее переболевших, у нас пойдет вниз. То есть мы получим коллективный иммунитет. Ну вот, я думаю, в следующую недельку в конце, наверное, увидим перелом. Мне бы хотелось, во всяком случае, в это верить. Вот так вот. Принято, Владимир Владимирович. Спасибо большое.